В последнее время вы могли заметить две вещи. Во-первых, российская армия довольно активно продвигается на линии фронта. Ну как активно, по сравнению со своими предыдущими наступлениями все прошедшие 10 месяцев. В целом, с точки зрения всего фронта, это не то, чтобы прям гигантские продвижения. Прорыва нет, выхода на оперативные просторы нет, сильного вклинения нет и так далее. Однако, по сравнению с тем, что было, безусловно, это выглядит куда более быстро развивающимся наступлением. И вторая вещь. Стало появляться все больше и больше рассказов российских военных о том, что с ними происходит. Они жалуются на то, что их раненых кидают в бой, они жалуются на то, что их мало, они жалуются на то, что без поддержки обмундирования их посылают вперед. Более того, Госдума уже в трех чтениях приняла законопроект, запрещающий пользоваться смартфонами. И, собственно, по мнению многих Z-каналов, в первую очередь, это нужно для того, чтобы перекрыть поток фотографий и видео с фронта, где рассказывается о реальном положении дел в российских войсках. Наступление и эти записи между собой напрямую связаны. У России нет подготовленных резервов для того, чтобы активно наступать. Поэтому Россия делает, как всегда, кидает в бой просто всех подряд. Нашло до того, что даже уже у ВКС России, военно-космических сил, есть мотострелковое отделение. Ну, то есть, буквально, они создают штурмовые отряды из тех, кто имеет отношение к ВКС. Это говорит не о том, что среди летчиков или механиков есть большое количество желающих идти с автоматом наперевес напрямую под удары дронами. Это говорит о том, что людей очень мало. Стремительный рост выплат в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и много где еще за подписание контракта говорит об этом же, как и запуск реферальной программы уже в девяти регионах. В девяти российских регионах за то, что вы приводите кого-то к, собственно, вербовщикам, вам выплачивают какое-то вознаграждение. Но сегодня поговорим о конкретике. Астра опубликовала текст о том, что происходит в 25-й бригаде, где военные пальчиками пропадают на фронте, а командование отправляет в бой людей без глаз на костылях и с гепатитом. Это яркий показательный пример. Кстати, Z-каналы во многом надеются, что такие ситуации это инициатива на местах, это чудовищная ошибка и так далее. Но это не так. Это на самом деле распространено по всему фронту. Я уже сделал огромное количество видео, где наглядно вам это доказывал и показывал, рассказывая о совершенно разных подразделениях, которые сталкиваются с одним и тем же. Но вот эта история подробно описывает, как это выглядит изнутри. И с ней мы с вами сегодня ознакомимся. Не только с ней, также посмотрим видео от некоторых солдат, поговорим о том, как Z-каналы описывают ситуацию. Но здесь важно понимать вот что. Это не мои домыслы, это, не знаю, не украинская пропаганда. Это то, что рассказывают сами солдаты, это то, что рассказывают Z-каналы. И это то, что подтверждается с обеих сторон, из чего можно сделать вывод, что это максимально близко к правде. У меня был недавно забавный диалог с одним человеком, мы обсуждали, что происходит на фронте. Я думаю, слушай, ну, возможно, у меня wishful thinking, да, wishful thinking, это когда вы выдаёте желаемое за действительное. Когда вот вы хотите какого-то развития событий, и поэтому у вас всё под это подстраивается. И вам кажется, что это именно там, я говорю, может быть, это wishful thinking. Но я вот в этой атаке гигантской российской вижу скорее будущую большую проблему для армии РФ. Потому что я вижу по видеозаписям, по фотографиям, что просто атака идёт кем попало. Ну, то есть просто заваливают буквально людьми. И судя по тому, кого они бросают сейчас, вот прям цельных резервов, нормальных резервов, подготовленных для того, чтобы прорывать фронт или что-то дальше, их тупо нет. И, собственно, появилось довольно много высказываний Z-каналов, которые, в принципе, абсолютно соответствуют этой моей гипотезе. Но чёрт не из моей гипотезы, я подробно про это говорил в сегодняшней сводке с утра 30 июля, не сводки точнее. Поэтому давайте переходить уже к 25-й бригаде, чтобы вы прочувствовали, как это выглядит изнутри. Владимир потерял левый глаз во время первого месяца службы. Его супруга Лидия рассказывает, что обучения у него толком и не было. Контракт Владимир подписал 3 октября, на полигоне он провёл порядка двух недель. Согласно медицинским документам, травму Владимир получил 21 октября. Лидия говорит, что украинский беспилотник сбросил бомбу в блиндаж. Думаю, имеется в виду граната. Владимир получил осколочные ранения всей левой стороны тела. Тяжёлую контузию левой орбиты, проникающее ранение левого глазного яблока с его разрушением, написано в заключении военно-врачебной комиссии. Вову вытаскивали в течение суток под квадрокоптерами. Слава богу, эвакуировали. С ним был парень с позывным «Сюрприз», царство ему небесное, он сам через два дня погиб. Вот ровно так. Он держал моего мужа в сознании во время эвакуации, говорит Лидия. Она пересказывает слова мужа. Во время эвакуации медики сказали Владимиру, что за ленточку, то есть зону боевых действий, после такой травмы он больше не вернётся. На медкомиссии ему поставили категорию «Г», временно негоден. В январе Владимир оказался со служивцами в Санкт-Петербурге. Загуляли, до Ростова не доехали, но хотя бы вовремя вернулись в часть. Им сказали «Будьте добры, в зону СВО». Последний раз мы говорили 13 февраля, тогда же у него забрали телефон. Он уже был за ленточкой, рассказывает Лидия. Вместо передовой Владимир должен был отправиться на медкомиссию, получить глазной протез. Лидия сама из семьи военных говорит, что не маленькая девочка и прекрасно понимает, что на войне можно остаться без связи на много месяцев. С второй половины мая не пришли боевые. Тут уже я реально начала дёргаться. Набираю в часть, а мне говорят, что у Вовы статус без вести пропавшей с 5 апреля. Впрочем, эта дата ещё несколько раз менялась. Лидия одна из подписантов коллективной жалобы от родных и близких бойцов военной части 297-60. В списке заявителей родственники 83-х военных. Астра их верифицировала. За редким исключением все они числятся без вести пропавшими, либо формально, либо только на словах командования. К примеру, по данным горячей линии Минобороны, муж Лидии до сих пор находится в строю. При этом некоторым женщинам удалось подтвердить гибель своих близких через сослуживцев. Большинство указанных в жалобе военных – контрактники. 20 из них мобилизованные. Их родственницы жалуются на то, что мужчин, независимо от присвоенной ранее военной специальности, перевели в штурмовики. В 25-й бригаде военным приходилось за свой счёт покупать автомобили и запчасти к ним, амбудирование, медикаменты и многое другое сказано в жалобе. На передок попадают в том числе больные, а раненые вынуждены неделями ждать эвакуацию и могут так её и не дождаться. После исчезновения военных их родственницы месяцами не могут добиться даже неформального признания без вести пропавшим. Подавляющее большинство из них не вышли с поля после первых своих боёв на Купинском направлении – село Синьковка, село Ольшана и Лиман Первый. Хочется отметить, что в данных районах эвакуация тел погибших практически не проводится, говорится в коллективной жалобе. Изложенные в документе сведения Астры подтвердили родственницы семи военных в списке. Жалобу они разослали по порядка 30 адресам в Минобороны, прокуратуры, администрацию, президента, Следственный комитет, разнообразным общественникам, депутатам по областям и регионам, кто в Коме, кто в Кемерово, рассказывает одна из заявительниц. Спешу огорчить и почти уверен, что ничего эти родственницы мобилизованных не добьются. Их мужья, скорее всего, мертвы. Знаете, это и вы, когда какой-нибудь ваш близкий человек захочет пойти на контракт или на срочную службу, откуда активно вербуют, или поехать на военные сборы, где тоже происходит вербовка или прямое принуждение к подписанию контракта с Министерством обороны. Контракт этот, напоминаю, бессрочный. И, соответственно, ваш родственник, скорее всего, не вернется. Ваш близкий человек. Для того, чтобы как можно больше людей об этом знали, об этом помнили, не забывайте помогать распространять ролик вашим лайком, комментариям и подпиской на канал. Все эти действия абсолютно бесплатные, безопасные и эффективные. Поэтому лайк, комментарий, подписка. Ну, а платно это уже на Патреоне поддержать. Ссылку на него тоже оставлю в описании. И, конечно же, будет ссылка на публикацию Астры в описании. У них появился свой сайт, и они теперь публикуют такие, не то чтобы большие, но довольно важные, эксклюзивные материалы. Также они рассказывают про самый известный подвал ЛНР. Никита подписал контракт 10 апреля этого года и сразу попал в расположение той самой 25-й бригады. Его девушка Олеся рассказывает, что перед отправкой на фронт они с молодым человеком хотели расписаться. Не вышло. Молодого человека отправили в Москву сразу же после подписания контракта. Олеся в ЗАГСе без контракта на руках в браке отказали. На полигоне в Курске ей разрешили приехать к парню, чтобы расписаться и сделать доверенность. Но в день вылета Никита позвонил и сообщил, что у него забирают телефон и отправляют на передовую без какой-либо подготовки или даже сплочения, говорит Олеся. На войну Никита уходил здоровым, но по документам уже 23 апреля у него обнаружили гепатит С. Как он заразился мы не знаем, не хочется ни на кого наговаривать, но первый раз на передке он на себе выносил мальчика в крови с нерабочими ногами. Потом в полевом госпитале было очень много раненых, медики всем пытались помочь, где-то инструмент один и тот же был, но и так далее, рассуждает Олеся. С гепатитом С Никиту должны были комиссовать на лечение, но вместо этого еще несколько раз возвращали на передовую. Сейчас он находится в госпитале и ожидает возвращения на фронт. Когда мы написали первый рапорт о состоянии здоровья, отношение сразу кардинально поменялось в худшую сторону. Со слов Никиты, командир ему сказал, что вообще плевать на гепатит, поезжайте умирать и все. Согласно расписанию болезней, объясняет военный адвокат Максим Гребенюк, с гепатитом С Никите должны были дать категорию годности В, ограниченный годен к службе. В случае потерявшего глаз Владимира дела обстоят сложнее. Если отсутствует один глаз, а второй хорошо видит, то это категория В, годен с незначительными ограничениями, говорит Гребенюк. Я встречал военных с гепатитом, которых отправляли на передок с различными травмами на костылях. Да буквально на костылях видел военного. Куда конкретно его отправили, я не знаю, рассказал Астра, действующий военный из 25-й бригады. Такое отношение объясняется тем, что 25-я бригада это штурмовое подразделение, рассказали Астре, родственницы военных. На штурмы командование отправляют разношерстные группы из мобилизованных, контрактников и заключенных. В каком состоянии человек командованию плевать, им нужно тело и все, говорит Лидия. Ребята рассказывают такие вещи, на полигон приезжают командиры из 25-й бригады и молча забирают военных, иногда без документов. Они продолжают числиться у себя, но по факту находятся в 25-й бригаде. Люди не могут найти ни концов, ни краев, не знают, где их близкие. У нас есть девушка в 25-й бригаде, признают, что ее родственник пропал, а в родной части утверждают, что он в строю, рассказывает Анна, чей брат-контрактник уже полгода числится без вести пропавшим. На каких условиях 25-я бригада забирает военных для штурмов, редакции доподлинно неизвестно. Однако в российской армии есть практика выкупа штурмовиков. К примеру, в прошлом году добровольческий отряд «Ветераны» выкупил 500 мобилизованных по 25 тысяч рублей за голову и отправил штурмовать Бахмут в первой линии. Об этом в видеообращении сообщали родственники военных. Тальнейшая судьба перекупленных мобилизованных неизвестна. Нередко в 25-ю бригаду попадают военные других подразделений за нарушение дисциплины. По данным Астра, часто штрафники попадают в 25-ю бригаду через пыточный подвал в Зайцево ЛНР. Это нелегальная тюрьма для отказников и нарушителей дисциплины, где военных маринуют перед отправкой в штурмах. Именно в конце 23-го года в 25-ю бригаду попали 20 военных из других воинских подразделений. После Зайцево военные пропали со связи. Позднее в войсковой части 297-60 родственникам сообщили, что мужчины числятся без вести пропавшими. Добрый вечер. Знакомительное видео-обзор концентрационного реабилитационного центра вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас вкратце мы вам проведем ознакомление местонахождения бойцов, якобы привезенных на реабилитацию после боевых действий. Условия их содержания, место их содержания и в общем сами все поймете, как с нами обходится наше командование. В данный момент 221 человек. На данный момент помещение находится 230 человек. Обзор потолка, что здесь все в воде абсолютно. Это не суть. Увлажнительная система. Это же летний дух. Снимай, снимай пол. Да, что под пол снимать. Мусорка. Мусорка. Мы здесь спим. Очень уютно, тепло. Мусор, тепло выделяется. Пацаны, на листах ДСП. Мы отдыхаем. Обстрелы, форт-обстрелы. Здесь и баня у нас одновременно, и питание. Вот об этом никто не думал. Гигиена супер. Диперт-антисанитария. Сначала дядя, понял. Я постоянно. Я постоянно. Я постоянно. В разговоре с Састро родственницы этих 20 пропавших военных повторили изложенные в жалобе претензии к 25-й бригаде. В том числе, бесконечную путаницу с документами. Так, супруга военного Дмитрия Жаркова рассказала редакции, что из-за юридической ошибки она уже 8 месяцев не получает выплаты за мужа. В войсковой части попросту не записали, что она его супруга. Попав в расположение 25-й бригады, военные резко пропадают со связи. Контрактник Сергей во время звонка Жени Марине с учебного полигона сказал, что командование отбирает телефоны и разбивает их об стенку. Женщина утверждает, что ее супруг провел на обучении всего три дня. Чему можно научить за три дня? Он мне говорил, что они там в основном по посадкам бегали, чуть-чуть у танка покрутились и посмотрели, как он стреляет. Я спрашивала про дрон, он ответил, что им там сказали, мол, если видишь дрон, упади и притворись мертвым. Может выживешь, иначе он полетит за тобой и убьет. И это все обучение, говорит Марина. Последний раз ее муж выходил на связь 8 февраля, тогда его ввели в направлении передовой. Через несколько недель она начала бить тревогу и обзванивать войсковую часть. В апреле она обратилась к общественнику Александру Макарову из Совета ветеранов. Он сказал, что надавил на войсковую часть и что моего мужа признают без вести пропавшим 15 мая. Потери там катастрофические, но они не афишируются. При этом в войсковой части мне продолжали говорить, что муж активен, я им даже 16 мая позвонила, он все еще у них считался активным, рассказывает Марина. Из свидетельств родственниц военных 25-й бригады очевидно, что статус без вести пропавшей военнослужащим присваивается чуть ли не в произвольные даты. Понять статус своего близкого можно разве что по выплатам. Многие у нас по 3-4 месяца не получают боевых, хотя их мужья числятся в строю. Они получают только денежное удовольствие без вычетов. Это порядка 40 с чем-то тысяч рублей, утверждает Анна. В без вести пропавшим военного признают после приказа командования. Где-то через полгода можно подавать на признание умершим, если есть на это основание. Подают либо родственники, либо командование. Законодательно сразу признавать погибшим нельзя. Нужно либо чтобы было тело, либо чтобы прошло полгода, объясняет адвокат Гребенюк. Если по данным части военный пропал вне зоны боевых действий, то сроки признания погибшим увеличиваются. Пока военные числятся пропавшим, ему положено только довольствие без боевых выплат. Штурмы кидают людей без поддержки на убой. Из того, что слышал, идет двойка-тройка, против них пулеметы, дроны, все подряд. Работает артиллерия, а ты как-то должен зайти на позицию. Как правило, не доходят. Рассказал Астрид, действующий военный из 25-й бригады. Военные мне такие истории рассказали. Просто страх. В феврале там, на Купинском направлении, еще были деревья. А сейчас это раскрученные ямами поля, где еще с зимы лежат тела. Возможно, тысячи тел. Ребята идут, их рвет, и спрятаться в этом выжженном поле негде. Ты просто как блоха на ладони. Пересказывает слова активного военного из 25-й бригады «Родственница пропавшего солдата». Астрид решила вскрыть ее имя за уголовной статьей о дискредитации армии. В отсутствие официальной информации, родственницы военных проводят свои собственные расследования, опрашивают сослуживцев, отсматривают украинский телеграм-канал с пленными и фотографиями тел российских солдат. В самом крупном телеграм-чате про поиск военных из 25-й бригады состоит более полутора тысяч человек. С весны его администратор опубликовал в чате сообщение о гибели 72-х военных. Обычно в сообщениях написаны только позывные их, в отличие от имен можно увидеть на униформе погибших военнослужащих. На одном из видео из украинского плена Лидия, мужа которой бросили в штурм с одним глазом, нашла, как ей кажется, человека, похожего на ее супруга. Его лица совсем не видно, только полупрофиль с натянутым по брови капюшоном. Он действительно чем-то похож на Владимира, но из-за капюшона глаз совсем не видно. Во время разговора с журналистом Астро Лидия с десяток раз бросает трубку, чтобы ответить на другие вызовы с незнакомых номеров. «Я всегда на связи, мало ли из госпиталя, мало ли сослуживца ли взял у кого позвонить. Поэтому сидишь как морщикой», — говорит она. Ее муж пропал пять месяцев назад. Как вы видите, во многом родственников военнослужащих волнуют деньги и выплаты за них, признание погибшим и довольствие. Тем не менее, они не получают ни того, ни другого, ни живого мужа, ни выплат за убитого супруга. В целом, этот билет все в один конец. Российская армия сейчас, наверное, на пике своего расхода ресурсов. Журналисты, которые занимаются подсчетом некрологов, просто не успевают это делать. Количество погибших просто гигантское и продолжает увеличиваться. Но не только мы можем узнать о практике отправки больных, в том числе гепатитом, от издания Астра. Сами военнослужащие тоже записывают все еще обращения, пока, видимо, не у всех отняли телефоны. И вот военнослужащие записали видеообращение, где пожаловались на полное, безразличное к личному составу со стороны командования. Также бойцы, не получив необходимого медицинского лечения, без подготовки, были направлены на фронт. О чем они рассказывают в этом видео. Их там довольно много. Видео идет 8 минут. Но их всех довольно плохо слышно, кроме одного, который видео и снимает. И когда начинают снимать себя и рассказывать, вот там довольно неплохо слышно. Давайте послушаем, что он рассказывает. После ранения в 23-м году под новой Бахмуткой обнаружился гепатит С хронический. Полгода пытался списаться, как говорится. Документы три раза посылали меня по кругу собирать. В итоге я списался и оказался здесь. Что еще хочу добавить по этому поводу. Собрали очень быстро и резко всех гепатитчиков. Свезли в одно место и за один же день их переправили автобусом, кто ходит именно нормально сюда. Короче, мы уже потеряли двух ребят. У нас есть раненые. Ну, в общем, я не знаю. Примите меры, потому что это вообще просто-просто, короче, я не знаю, как это называть просто. Нас просто продали, да. Второй СБ, старший комбат, это банкир. Банкир Роман Рафаилович. Роман Рафаилович, фамилия, я не знаю. И так же, как и начмец Медропе. И так же самое. Отношения к нам, как будто мы, короче, какие-то зэки. Вообще, я не знаю, блин, мелкие пауки. Я в армию пошел сам, по своему желанию. Я нормально повоевал, но за моей спиной, блин, ни один враг. И в итоге, до места благодарности, просто тупо кинули, на, блин, даже на танки, на пулеметы. Я сам, короче, минометчик, да, артиллерист, скажем так. У меня нет опыта, ну, это не важно. Ну, просто что, это происходит такое, просто что-то, короче, вообще невероятное, это страшный сон. Пожалуйста, примите меры, потому что... Потому что, это, мы находимся по Дзержинскому. Нас заставляют... Пацаны, вот, четыре раза ходили на штурм именно такого места, где, б***ь, просто даже специалисты, б***ь, я не знаю, б***ь, порвали бы себе, понимаете? А мы, б***ь, люди необученные. Некоторые вообще, он без оружия, как вот человек Андрей, а некоторые вообще, б***ь, опыта даже военного не имеют. Командование у нас, в принципе, по... Просто, возьмите, пожалуйста, меры. Привезли сразу привезли сюда меры? В больнице, да, привезли сюда сразу всех, вот, кинули все, пожалуйста. Обеспечение практически нулевое, вообще, вот эти вот, по их словам, вот эти вот у нас от... От осколков, типа вот это, б***ь, изображение. Не должно пропускать осколки, вот. У меня единственный комплект, у нас у каждого, у нас, короче, ничего нет, мы голые, б***ь. Примите, пожалуйста, меры. Число, число, сегодня 15 июля, 2024 год, войсковая часть, 52-8-92, 4-й СБ, 1-й СССР, насколько это верная информация. Старший у нас Макар, имеется в виду комбат, ротный у нас Шамиль. В целом, за последние две недели я уже много показал таких видео, уже даже вижу, что они вам приедаются, но это довольно важная история, потому что, объясню вам, почему вообще я делаю эти видео часто и регулярно, и почему постоянно повторяю одно и то же. Некоторые задают мне этот вопрос, довольно глупый, на мой взгляд, но, тем не менее, Майкл, зачем ты вот повторяешь одно и то же, ты же уже много раз это сказал. Я вам больше скажу, я последние два с половиной года одно и то же повторяю. В целом, мои нарративы более-менее не поменялись, как и ситуация, ее оценка глобально не изменилась. Однако, я же не просто видео записываю, мне же не просто надо быть интересным, что-то новое рассказывать вкусненькое, чтобы люди нажимали на кнопочки, и чтобы люди смотрели и прочее-прочее. Не в этом мой интерес. Мой интерес в том, чтобы как можно меньше людей шло в российскую армию. Мой интерес, чтобы российская армия как можно скорее, у нее закончились ресурсы, и Украина смогла бы достичь справедливого мира и была бы в безопасности, и выгнала бы оккупантов со своей земли. И родственники воюющих украинцев были бы в безопасности, как и все украинцы, в принципе. Чему будет больше всего верить человек, потенциально собирающийся в российскую армию срочником, контрактником? Конечно, не Астри, даже не мне, а солдат, которые на фронте. Это понимает и Госдума, поэтому они запрещают гаджеты для того, чтобы солдаты не могли это записывать. Поэтому мне это кажется довольно важным. Мне кажется, важным это распространять. Я делаю это, как умею. Через YouTube я знаю, что это тот эффективный способ. Пока YouTube не заблокировали. И я знаю, что многие, так сказать, Z-симпатизанты смотрят мой канал. Во-первых, из-за сводок, потому что я считаю, что это самые объективные, самые точные, детальные сводки, которые существуют в информационном пространстве. И, собственно, я знаю, что эта информация доходит до желающих, даже до тех, кто на фронте. В частности, многие люди, посмотрев мои видео, ознакомившись с ними, обращаются к детелесам для того, чтобы им помогли дезертировать. Это уже действующие российские военные. Тут всегда остается вопрос, насколько вообще корректно помогать российским военным, которые уже, очевидно, убивали, участвовали во всем этом. Я здесь мораль оставляю за скобками, потому что моя цель номер один – это сделать так, чтобы в российской армии было как можно меньше солдат, потому что это имеет прямое влияние на линию фронта, особенно сейчас в условии дефицита с российской стороны кадров и живой силы со стороны украинской. Он тоже есть, безусловно. Наша задача – снизить потенциал российской армии. Наша – это тех, кто поддерживает Украину и которые хотят остановить российскую агрессию, российскую оккупацию и в целом этот фашистский режим. И поэтому для меня важнее, чтобы у российской армии было меньше солдат, и у них был такой эскейп, который делает идите лесом, чем рассуждение о том, заслужили ли они моральное право на жизнь и так далее. Моралью пусть занимаются те, кому важна мораль, я занимаюсь эффективностью. И вот идите лесом тоже часто публикуют сообщения военных, аудиозаписи общения с военными, переписки с родственниками мобилизованных. И вот одна из них, где родственники мобилизованно признают, что воюют и астматики, и эпилептики, и гипертоники, и больные сердцем, и без кисти рук, и контужены, и глухие на одно ухо. Марабанная перепонка лопнула, и больные гепатитом С и с осколками в голове. Контрактник из Новосибирской области как раз рассказал себе своей двоюродной сестре в своих сообщениях о ситуации на фронте. Скрин – девушка пришла у ладите лесом, она обратилась как раз к ним за помощью, хочет вытащить брата с войны. Добрый день, пишет она. Это моя переписка с двоюродным братом, у которого должен был закончиться контракт 30 июня. Он обратился к адвокату, за это его послали в штурмовую бригаду. Ему 60 лет. Понимаю, что это и так все известно, но может еще одно свидетельство не будет лишним. Он просил не присылать никакой гуманитарки. Всю гуманитарку продают втридорога. До них вообще ничего не доходит. Ну, подтверждение есть не только от российских солдат, не только от идите леса, не только из расследования Астры, но есть и от Z-блогеров. Например, вот что написал Z-канал Юрий Котинок, не все пропальщик, не Игорь Стрелков, а вполне себе мейнстримный Z-аналитик. И вот что он пишет. Темпы нашего продвижения замедлились. Медленно от Донецка на запад ползем жабьями прыжками. Понятно, почему замедления людей нет, уровень потерь высокий. Для тех, кто не понимает, наступает неким физически. Истощилась живая сила. Все это с учетом того, что некоторые его начальники стараются подогнать результат к необходимым датам. Все понимают, что к концу года есть вероятность начала договорничка. Пытаются успеть. На Харьковском отбиваемся с тяжелыми потерями. Лепцы, Волчанск, ползем на Свято-Купянском. На днях взяли Песчаное. Запорожье и Днепр стоят. Также он сообщил, что принято решение не доставать тела убитых, чтобы не портить статистику. Вот так сейчас выглядит российская армия. Вот так выглядит российское наступление. И вот что происходит со солдатами, с людьми, которые доверились российской власти и пошли в российскую армию. Они стали преступниками, фашистами, убийцами, но теряют и свои жизни и здоровье, оставляя родственников своих жен, вдовами и родственников с потерей близкого. Подумайте об этом еще 50, 100, 150 тысяч раз перед тем, как делать какие-либо действия, потому что российская армия будет и дальше повышать выплаты за подписание контракта. Они уже достигают 2 миллионов в Москве. Их поднимают стремительно, потому что люди очень-очень нужны. Их не хватает совершенно для ведения такого масштаба боевых действий, который хочет вести российская сторона. Ну а если вы сами все уже поняли, посмотрите на своих знакомых и родных, чтобы они не ходили в армию, чтобы они не ходили на срочную службу, чтобы, дай бог, не подписали контракты с Министерством обороны. Как именно, где поджидает опасность, и как именно, я рассказывал в недавнем видео, как именно с помощью сборов и много чего еще вербует российская армия людей в солдаты. С вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока.